И это важно сегодня – видеть реальность неба, видеть больше, ощущать, переживать. Аллилуйя! Слава Богу! И мы пойдем сегодня в тему, очень ответственную тему – это власть изменять реальность. Власть, которую Бог нам дал, как детям Божьим. Мы сегодня будем говорить об этой власти, которую Бог дал детям, как сыновьям, чтобы они здесь, на этой земле, меняли реальность. И это не всегда получается сразу, нужно иногда побороться. Хотя по благодати мы очень много получаем с неба, по благодати мы очень много имеем, но сталкиваясь с какой-то реальностью на этой земле, с реальностью земли, с реальностью демонических атак, с реальностью демонических каких-то бутафорий, которые дьявол что-то сделал, как вор, обманщик, лжец. Мы, бывает, смиряемся, бывает, увидим, бывает, подумаем, что, ну, Бог же видит, Бог же знает, Бог что-то решит. И мы таким самым образом уступаем свою власть, не применяем свою власть, которую Бог нам дал. Я начну со свидетельства, которое я рассказал в прошлое воскресенье, но из-за того, что было переключение света, и трансляция оборвалась, и многие не услышали, я повторюсь, это свидетельство заключается в том, что я подошел к банкомату, вставил свою карточку, и он проглотил карточку, пошла какая-то там загрузка, как ожидание, чтобы я ввел этот пин-код, но я таки не дождался. Три минуты, пять минут, десять минут, и я жду, и нет никакого ответа. Это уже второй раз за мою жизнь. Но первый раз ситуация была похожая, но он даже не отреагировал. То есть если здесь начало крутиться все, я ждал, я молился, и где-то тринадцатая, пятнадцатая минута, потому что там время, я вижу, идет, и я не отступал. Была возможность позвонить, заблокировать карточку, была возможность еще что-то сделать, но в это время я стою, молюсь, чтобы вор, который украл у меня карточку, отдал. Понимаете? То есть здесь два варианта. Либо смириться и позвонить и сказать, чтобы заблокировали карточку, либо молиться. И в первый раз точно так же было. Я вставляю карточку, карточка заходит, ну это было лет десять, где-то восемь, десять лет назад, уже не помню. Ехать нужно было на конференции, нужно было положить деньги на карточку, очередь в кассу большая, я подхожу к терминалу, вкладываю карточку, он глотает карточку, и никаких эмоций. То есть если во второй случае он уже ждет, 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 и никак не реагирует, то в первый раз вообще никаких эмоций. И даже не кашлянул, не поперхнулся. И я тогда подошел к окошку, к женщине, которая там обслуживала, она говорит, мужчина, если банкомат глотает карточку, звоните в службу поддержку, и таким образом блокируется карточка, чтобы она потом в какой-то случай не выехала, и никто не использовал вашу карточку. И я тоже стоял минут десять, наверное, точно молился, чтобы вор отдал мою карточку. Потому что здесь был замечен вор, который пришел украсть. Понимаете? То есть здесь нужно было увидеть реальность и не смириться с реальностью. То есть где было что-то, и где ты утратил что-то. Понимаешь? Здесь нужно было не соглашаться. И я не соглашался, молился, возлагал на него руки, молился, чтобы он отдал карточку, и в какой-то момент он пошел на перезагрузку, он сам выключился, и сам перезагрузился, и в момент перезагрузки он отдает мне карточку. И во второй раз, где-то 15 минут проходит, я все молюсь, и подходит ко мне охранник. в этот раз, во второй раз, подходит ко мне охранник, говорит, ну что, не отдает? Я говорю, не отдает, но я жду. И он говорит, ну сейчас. Он становится, делает какие-то манипуляции, это не банковский работник, чтобы вы понимали, это просто охранник, он делает какие-то там манипуляции, выезжает моя карточка, он говорит, мужчина, забирайте. И я забираю свою карточку, иду домой и славлю Бога, потому что я не остановился и не смирился в этой ситуации. И здесь две реальности, с которой я столкнулся. И реальность такова, что я что-то утратил, и можно было позвонить в службу поддержки, можно было поменять карточку, но я не хочу менять карточку. Я стою в реальности того, что у меня украли, у меня было забрано. И в момент как бы вот этого, вот этой борьбы, это такое чувство, где одновременно в двух реальностях. Но реальность Земли, она намного была сильнее, потому что это здесь и сейчас случилось. Понимаете? То есть это не случилось тогда, когда я молился, когда я был в духе, когда я был в слове, когда мне было, знаете, вот такое вот состояние, когда тебе все равно. Вот все равно. То есть вот это вот состояние, когда ты на третьем небе, и тебе все равно, что здесь на Земле. Если кто-то в мире напивался, знаете, вот до беспамяти, вот тебе потом все равно, что происходит. Вот тебя носят, тебя толкают, кидают, тебя куда-то отвезли. Вот тебе все равно. Только это в земной реальности все равно. Понимаете? Точно так же бывает в небесной. То есть в молитве молишься, 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 и ты такой, знаешь, видишь небесную реальность, видишь, как все классно, видишь, как все должно быть, и тебе все равно, что здесь на Земле. Вот ты вот в такой, в такой эйфории небесной. То я вам скажу, что вот такие вот моменты, когда дьявол приходит, как вор, иногда он приходит не в такой момент эйфории. Чаще всего, да, чаще всего, вор приходит тогда, когда ты не ожидаешь, не готов. Да? Случалось с вами такое? Так вот, вот эта вот реальность такая, что вот ты не готов. И здесь нужно через силу проявлять веру, нужно через силу возлагать руки на этот банкомат и молиться, и говорить неодушевленному предмету, который просто не реагирует. Он завис, у него вот этот квадратик приват-банковский просто идет по кругу. Идет и идет, и ты смотришь на него, и ты смотришь на часы, и часы меняются, а это все не меняется, это все идет по кругу. Это борьба, это внутренняя борьба с той реальностью, которой навязывается здесь и сейчас. Понимаешь, это очень сложно. Бывает очень сложно смириться. И я верю, что Бог дал детям Божьим, сынам Божьим власть на этой земле изменять реальность. Изменять реальность ту, которую дьявол исказил. Потому что дьявол, он искажает реальность. И мы с вами привыкаем жить в искаженной реальности. У меня просто были случаи, когда моя жена, идя в магазин, меряет что-то, а потом приходит домой, второй раз меряет, уже на нормальном зеркале. Вот большое зеркало в прихожей, знаете, вот шкаф-купе, и там делается зеркало на все это. И ты смотришь, и ты видишь, в принципе, такое же зеркало, большой во весь рост, как и в примерочной в магазине. Но в какой-то момент я услышал от нее, что в магазинах ставят зеркала, которые заужают, они просто искажают реальность фигуры. И все, что ты не наденешь в магазине, оно будет красиво и по фигуре. Вот какая реальность в магазине. Но домой приходишь, смотришь, а там другая реальность. И иногда даже относила. Поэтому мы с вами иногда смотрим на вещи и верим в ту реальность, которую нам подсунули. Дух этого мира, князь этого мира, знаете, он подсовывает свою реальность. И смотря на эту реальность, можно согласиться с его реальностью. Не зная реальности неба, многие соглашаются. Но понимая и зная реальность неба, знаете, познавайте, что есть воля Божья, которая блага угодна и совершенна для вашей жизни. И когда мы познаем волю Божью, и тогда мы смотрим на реальность на этой земле, у нас два варианта, два выбора. Либо согласиться с этой реальностью на этой земле, либо не согласиться. Иногда это за минуту не проходит. Иногда нужно десять минут воевать. Иногда нужно пятнадцать минут бороться. Иногда можно больше. И я вспомнил свидетельство Кари Блейка, который однажды молился за воскрешение своей дочери. Первого ребенка он утратил. Он потерял. И вдруг умирает вторая дочь. Я прочитаю это свидетельство, чтобы вы понимали, насколько это все серьезно. Кари Блейк, служитель Божий, служитель, очень много об исцелении учит, служит, очень много о вере учит. Мы были с женой на семинаре его, когда он приезжал в Украину, в Киеве. И вот его свидетельство. Когда моей младшей дочери было семь лет, она упала из окна второго этажа на бетонный дворик. Я сидел за своим столом и не был готов к такому, не был готов, чтобы молиться за воскрешение. Я не был готов, я не был подготовлен, я не был в посте или молитве. Богу, что у него нет таких требований, как у нас. И когда я услышал звук падения, я не знал, что произошло. Я спустился и увидел ее лежащей лицом вниз. Когда я ее поднял, ее нос был расплющен, лицо связено, зубы вошли в десну. Я потерял первую дочь. И первая мысль, которая пришла ко мне в долю секунды, это ее похороны. Я слышал в голове голос, который говорил, ты потерял одну, потеряешь и другую. Эти слова постоянно звучали во мне. За одно мгновение я увидел маленький гроб и похороны. Когда я услышал этот голос, я стал говорить, во имя Иисуса не умрешь, но будешь жить. Я начал говорить эти слова шепотом, но потом громче и громче, чтобы перекричать голос, который во мне говорил. Я держал дочь на руках и около 20-25 минут говорил, кричал изо всех сил эти слова, не умрешь, но будешь жить во имя Иисуса. Я внес ее в дом и усадил к стене. Ее голова висела, руки обвисли по бокам. Моя жена вбежала в комнату в панике. Дар веры действовал, и когда я обернулся к ней, я сказал, если ты не веришь, уйди. Она успокоилась. Я опустился на пол возле дочери, преклонив колени, продолжал говорить, во имя Иисуса ты будешь жить и не умрешь. Спустя некоторое время, будто кто-то ударил ее в живот. Она подпрыгнула, будто от дефибриллятора. Она выплюнула кровь прямо на меня. Я увидел, как она открыла глаза. Я видел, как она возвращается. Ее глаза обретают фокус, как у фотоаппарата. Первое, что она сказала, папа, я хочу есть. Мы отвезли ее в больницу, где врачи подтвердили, что она была мертва по крайней мере 45 минут. Сегодня это дочь Ребекка, рожденная свыше, исполненная духом, молодая девушка с миссионерскими взглядами. И когда-то я уже увидел, что она вышла замуж. То есть эта статья была написана еще до того. Вот. Поэтому и когда-то я помню, что он говорил, что часто мы сдаемся, не дожидаясь результата. То есть он мог остановиться на 15 минуте молиться. Понимаете? То есть голос в его голове звучал постоянно. Ты потерял одну дочь, потеряешь и вторую. При этом глаза видят лицо, которое упало со второго этажа, бетонный пол. То есть реальность такая. И борьба в голове идет. Поймите? Борьба не идет где-то у кого-то. Каждый из нас борется внутри. Разум это поле сражения. Наша душа это поле сражения. Наше сердце, наши чувства, эмоции, все внутри нас. Да, мы просим иногда, чтобы кто-то помолился за нас. И я верю, что это дает результат тогда, когда мы вообще опускаем руки и немощны. Поэтому и в Библии написано, кто немощен, кто в немощи, кто уже не может прийти на служение, чтобы кто-то помолился, чтобы быть в славе, в общении. Призови пресвитеров. То есть все, лежишь пластом, не можешь и губами шевелить. Вот призови, напиши смс, к тебе придут и помолятся. Все остальное это наша борьба. наша борьба внутри, в нашем разуме. И Кари Блейк, он пережил вот эти, вот это сражение, это не одну минуту, не две, не три. 20-25 минут борьба на улице, где она упала. потом еще 20-25 минут борьба внутри дома. Это борьба до того момента, пока реальность неба, реальность жизни не придет. Почему? Потому что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Да? Иисус так сказал. И Иоанна 10-10. И он дальше, Иисус говорит, я пришел для того, чтобы дать жизнь и жизнь в избытке. И дальше Иоанн говорил о том, что Сын Божий был явлен, для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Поймите правильно, Сыны Божьи, они имеют власть разрушать дела дьявола. Очень часто церковь на этой земле, она ждет, чтобы Иисус пришел и разрушил дела дьявола. Так вот, Иисус уже пришел, чтобы разрушить дела дьявола. То есть, это уже совершилось. Это не будет совершено когда-то, это уже совершилось. Для того Иисус и пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы осудить дьявола за его дела. И написано, дьявол, князь мира осужден. Иногда церковь ждет второе пришествие Иисуса Христа. И это нормально, мы ждем второе пришествие Иисуса Христа. Но второе пришествие будет не для того, чтобы сделать то, что не доделал он свое первое пришествие. Все, что нужно было сделать в первом пришествии, он сделал совершенно. Нельзя ни добавить, ни отнять, он Сын Божий, он это сделал. И во второе пришествие он придет уже за церковью своей, за тем, что церковь здесь приготовит путь Господу. То есть второе его пришествие будет уже за тем, что уже будет совершено, сделано здесь на земле церковью, как телом его. И это та власть, которую Бог нам дал. 1 Анна 3.1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И Анна 1.12. Отдал власть стать детьми Божьими. То есть дети Божьи, как сыновья Божьи, они продолжают разрушать дела дьявола. И это то, что мы имеем. Но очень часто мы не выходим из этого состояния детства, инфантильности. Церковь, она не должна быть инфантильна, знаете, как с детскими взглядами. Кто-то придет и сделает. Я еще, ну, я еще не умею, я еще не могу. Пусть кто-то за меня помолится, пусть еще что-то кто-то сделает. Понимаете, у каждого своя война. У Карри Блейка своя война. У меня своя война. У тебя своя война. Нет, покажи мне человека на этой земле, у которого нет войны. Я не поверю. Если он находится на этой земле, у него есть война. Он с чем-то борется. Или я не прав. Или кто-то живет здесь на земле и ни с чем не сталкивается. Вот его дьявол просто обходит вокруг и к нему не прикасается никак. Покажите мне такого человека. Значит, он в завете с дьяволом. Все, он и он его. Его отец дьявол. И отец своих детей как бы и не трогает. Трогает. Еще как трогает. То есть, заставляет что-то делать. А если человек не делает, будучи в завете с дьяволом, там серьезные наказания. Очень серьезные. Там благодати нет. Там очень все жестко. Это я знаю по свидетельствам бывших сатанистов. Поэтому, дорогие, все, кто находится на этой земле, они уже находятся в этой войне. Либо смириться с искаженной реальностью, либо не смириться с искаженной реальностью. И доминировать, и говорить реальность неба, и провозглашать реальность неба, и стоять на реальности неба, и верить в реальность неба. Таким образом, мы доминируем, мы воплощаем Царство Божие на этой земле. Мы осуществляем волю Божию. И мы осуществляем ожидаемое. Потому что мы ожидаем. Каждый больной, он хочет быть исцеленным. Кто говорит, ну, на это есть, наверное, воля Божья. Ну, так выбрось таблетки. Потому что нелогично, знаете, говорить, ну, наверное, Бог допускает, и при этом пить таблетки, чтобы быть исцеленным. Тогда ты грешишь. Если ты веришь, что Бог допускает, чтобы болезнь была, тем самым таблетками, и ты хочешь болезнь убрать, тем самым ты идешь против воли Божьей. Где же логика? Значит, нужно выбросить таблетки и ждать, пока болезнь съест все тело, и смерть придет раньше времени. Но мы не соглашаемся с болезнями. Потому что болезни – это начинающаяся смерть. Дьявол, он вор, он приходит украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел дать жизнь, и жизнь в избытке. Поэтому нам нужно больше верить в избыток Божьей жизни, чем в демоническое влияние. И не соглашаться с демоническим влиянием. Не соглашаться с бутафорией этого мира. Не соглашаться с искаженными зеркалами этого мира. Потому что они привыкли так жить, и они навязывают это. Понимаете, люди, которые жили, друзья Ноя, люди окружения Ноя, жила, не зная о дожде, вообще ничего. Не имели представления, что такое дождь. И они приходят к Ною и говорят, не будет дождя, его никогда не было и не будет. Откуда он возьмется? Понимаете, это вот реальность, с которой они приходили и говорили к Ною. Они смеялись над ним. Ты понимаешь? Аврааму пришли. Авраам, ты рюкзак собрал, куда ты идешь? Иду в город. Какой город? Бог покажет. Так сколько туда расстояния? Не знаю. Сколько дней идти? Не знаю. Когда ты туда придешь? Не знаю. Ты дурак. Я знаю. Я ненормальный. Я знаю. Ты понимаешь? Вот это вот реальность. Реальность, которая вокруг. Реальность этого мира. Это демоническая реальность. Иногда она доминирует, потому что ее больше. Она каждый день говорит, каждый день показывает. И она больше показывает, чем мы там 15 минут в день молимся. Поэтому нужно вытянуть из этих 15 минут, знаете, хотя бы чуть-чуть реальности неба, хотя бы с горчичное зерно веры, чтобы поверить и поменять реальность. Понимаешь? Когда Давид поклонялся Богу, реальность неба приходила. И когда он приходит на поле, великан перед ним. Он поклонялся, он видел великого Бога. Реальность неба такова, что Бог великий и всемогущий. И он больше. А все друзья Давида говорили, Давид, ты ненормальный. Ты посмотри на свой рост и посмотри на него. Реальность такова, что он выше тебя в 4 раза. Вот такая реальность. Его 6 метров, а тебя метр в прыжке. Вот реальность. Но реальность была внутри. Реальность в мышлении. Реальность в сердце. И это та реальность, которую он пел и которую он говорил. Помните Псалом 22? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня, он заботится обо мне. Он ввиду врагов моих накрыл стол трапезу. На виду врагов моих. Ты понимаешь? В одном стихе две реальности. Стол накрытый Богом и враги мои. Это не чьи-то враги. Давида враги. Ввиду врагов моих. Ты понимаешь? На глазах. На глазах. Да, в современном переводе более понятно. На глазах моих врагов. У, там написано в современном. У моих врагов. На глазах у моих врагов. Ты накрыл мне стол. Голова моя помазана елеем. Чаша моя преисполнена. Вот две реальности. У меня есть враги. И у меня есть чаша. Божья чаша преисполненная. То, что Бог мне дал. То, что Бог мне обещал. И еще даст в избытке. Вот две реальности, в которой жил Давид. Вот две реальности, в которой мы живем. Есть враги. Которые атакуют нас. Атакуют наши души. Атакуют наши тела. Это враги. Это не чьи-то болезни. Это у нас. К нам приходит. К нам стучаться. В наш храм Духа Святого. Постучались. А иногда через окно залезли. Ой, что там заболело. Это вор. Это вор, который в храм Духа Святого вошел. Не санкционировано. Нет власти. Там, где ты ему не дашь. Поэтому к Ефесянам написано. Не давайте место дьяволу. А если дьявол пойман, если вор пойман, не спускают вору, если он крадет, но, будучи пойман, вернет семеро. Поэтому, дорогие, выходим из состояния инфантильного христианства смирения. Мы должны понимать наши права и нашу власть, которую Бог нам дал. И не отступать. Потому что мы часто не получаем, потому что слишком быстро сдаемся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok